Первый международный буддийский форум подходит к концу. Модераторы восьми дискуссионных площадок уже успели подвести итоги и поделиться с участниками интересными выводами. Сейчас проходит открытая дискуссия. Буддисты не претендовали на то, чтобы они были выразителями всей полноты истины. Они соглашались с тем, что истина доступна и другим религиям, в том числе и науке. И самое главное, к чему пришли мы на нашей дискуссии, о том, что необходимо создать международный координационный научно-исследовательский центр по изучению памятников буддийского наследия. Форум стал и площадкой для подписания международных соглашений. Бурятские ушуисты будут проходить стажировки в Шаолине. Соответствующее соглашение подписали Китайский тренировочный центр храма Ушу, Министерство спорта и молодежной политики Бурятии и Республиканская федерация Ушу. И это будет точно не последний подобный форум. Пока мы склоняемся к ежегодному. Не отфиксировали это решение еще однозначно, но пока склоняемся к ежегодному. Республика Бурятия потянует на то, чтобы постоянно быть местом проведения данного форума. Но мы понимаем, что у нас не одна республика является буддийской территорией. Но в целом этот форум будет на регулярной основе. И это российский международный буддийский форум. Очень важно, чтобы каждый форум делал еще один шаг в развитии и буддийских исследований, и буддийского форума. Вот на этом форуме, например, был создан консорциум буддийских исследований. Это большое достижение форума. Три университета светские, два университета религиозных. Другим значимым итогом стало решение о создании современного словаря буддийских терминов. Первые собрания священных буддийских текстов на языке пали появились примерно 2500 лет назад. За это время их неоднократно переводили на разные языки. Отсюда и разночтение. И первое, что нам кажется очень важным, это сопоставить переводы, сопоставить терминологию. И на этой базе создать новый словарь буддийских терминов, в участии которого должны принимать как религиозные служители, так и крупнейшие исследователи. И это будет открытая платформа, она будет доступна для всех. Всего в работе форума приняли участие более 600 человек из 13 стран мира, в числе которых Индия, Китай и Монголия. Форум прошел по инициативе главы Бурятии и поддержан Владимиром Путиным. Дорож Себеданов, Артур Дзержевич, телекомпания АТВ.